О, Расти, ну зачем ты это сделал? Заключительные моменты четырёх серии «Презумпции невиновности» действительно перевернули дело. Расти было нечего предъявить, но потом показалось, что у него не только жестокий сама улика под ногтями Кэролин Полимус. Эпизод был тамнее первых трёх, меньше откровений и поводов для разговора, но погрузимся в эпизод, раскрыв всё, что можно из него извлечь. Вот разбор четырёх серии «Презумпции невиновности». Помните, видео содержит спойлеры. Финал. Этот эпизод был медленным, но последняя сцена почувствовалась как кульминация этого медленно развивающегося эпизода. Было много событий, хаос, что позволило нам понять стресс, который ощущал Расти. После того, как он узнал, что теперь появились улики против него, они могли быть сфабрикованы, чтобы выставить его убийцей. Брайан Ратцер стучал в его дверь, угрожая его семье. Ситуация нарастала, и было видно, что он готов наброситься. Расслабленная сцена у бассейна с Барбарой превратилась в хаос мгновенно, где, скорее всего, будут новые обвинения в нападении. Но факт, что он может быть насильником, ещё более разрушителен. Это покажет присяжным и прокурорам его жестокую сторону. Расти был уверен, что его не царапали, поэтому его смутило нахождение ДНК под ногтями Кэролин. Томми определенно подозрителен. Я сомневаюсь, боялась ли Кэролин его на работе. Когда Томми брал у Майкла интервью, он упомянул, что его мать высказывала опасения относительно кого-то на работе, но так и не раскрыла, кто это. Я не считаю, что это был Расти. Возможно, там происходило что-то ещё. И, возможно, её пугал Томми. Возможно, именно поэтому Томми так хочет свалить убийство на Расти. Это лишь одна из теорий, но кто знает. Поскольку Брайан Рацер был у Расти дома в конце, он, безусловно, подозревал причины, по которым Расти и Рего были в его доме, и опасался того, что с ним будет после возобновления дела Банни Дэвис. Брайан был ещё одним, образец которого нашли на месте преступления Банни Дэвис, но никогда не изучали как следует. По какой-то причине Кэролин решила не двигаться дальше, причину мы, возможно, сможем определить. Брайан сказал, что узнал Расти. Надо полагать, на суде над Лиэмом Рейнольдсом, когда он искал его и легко нашёл в интернете. Не думаю, что Брайан причастен к убийству Кэролин. В последнем видео утверждал, что это, возможно, Барбара. Всё ещё думаю так. Не было много подсказок в этой серии, но был один момент, когда она говорила со своим терапевтом. Терапевт сказал, что прощение, которое она испытывает к Расти, может стать яростью и гневом. После этих слов лицо Барбары изменилось. Она крутилась на месте во время разговора. Что, если этот гнев уже проснулся и выплеснулся на Кэролин во время убийства? Думаю, так оно и есть. Чем больше узнаю о Расте, тем интереснее он становится. Он убил Кэролин? Не думаю. Сериал, как мне кажется, хочет убедить нас, что это он сделал. Ведь сам он видел сон, где нападал на Кэролин, когда она была убита. Когда он представлял выступление на скамье обвиняемых, он начал рушиться. И мы начали видеть другую его сторону. Сторону, казавшуюся обиженной на Кэролин за то, как она обращалась с ним. Он не помнил, что произошло в ночь, когда он зашел к ней, то есть в ночь ее убийства, потому что прежде, чем приехать, он выпил. Она не отвечала на его сообщения. Или он не был полностью откровенен с Майей. Мы видели, как разворачивались разные сценарии, когда он открывал дверь. Один сценарий, где они обнимались, другой, где были близкие. И один, наполненный спором. Так что трудно точно сказать, какой из них действительно произошел, и хотя он был в состоянии алкогольного опьянения, я думаю, что он может вспомнить. Но он предпочитает не говорить, потому что боится, что это будет использовано против него. Расти много лгал на протяжении всего дела. И только после того, как были найдены улики, ему пришлось раскрыть правду. Так что если нет доказательств того, что там происходило, я не думаю, что он добровольно раскроет это. Судя по текстовым сообщениям, которые он отправлял, говоря что-то вроде «Есть ли там кто-то с тобой?» и повторив тот факт, что он хотел, чтобы между ними все работало, это показал, что он был параноиком и одержимым человеком. Он был зол и раньше. Так что нечего говорить, что все не вспыхнуло, когда он прибыл туда, как он сказал. Но это не обязательно означает насилие. Тот факт, что он называл ее жестокой, показывает, что он чувствовал себя так, как будто Кэролин играла его с прощальным поцелуем, который они разделяли, и который он чувствовал как, хотя она знала, что делает, и давала ему достаточно надежды, чтобы он подумал, об этом был еще шанс. Ему казалось, что она знала, что делает, и держала его достаточно близко для того, чего хотела. С точки зрения стороннего наблюдателя, мы видели взгляд Рэймонда на Расти в этом эпизоде. Несмотря на то, что они были близкими друзьями, он разделял разницу между виной и стыдом, и то, что Расти чувствовал только одного из них. Он чувствовал, что Расти чувствовал стыд за то, что случилось, когда он изменил Барбаре, что-то эгоцентричное и затрагивающее чье-то эго, в то время как он не чувствовал, что Расти чувствовал себя виноватым из-за этого. И Рэймон чувствовал, что чувство вины связано с тем, что он признает боль, которую поступок одного человека может причинить другим, показывая, что Расти – эгоцентричный, эгоистичный человек, и я бы с этим согласился. Он причинил своей семье много боли тем, что он сделал, но, похоже, он этого не делает по-настоящему обратиться к нему, даже передав его Барбаре, и сказав, что ей нужно будет взять на себя ответственность за некоторые из них, хотя на самом деле она не была виновата в измене. Моя рецензия на эпизод. Я думаю, что это был худший эпизод в сезоне, но я не думаю, что он был плохим. Прошлая неделя была посвящена тому, чтобы углубиться в сознание персонажей, особенно Расти и Барбара, но это скорее о движении дела вперед и дошло до готовности к суду. Трещины в семье Сэвидж, будь то Кайл, следующий за Расти, но не ответственный за убийство, или Барбара, которая хочет изменить Расти, и Расти, которые нападают. Кажется, дочь будет травмирована действиями Брайана Расти, так что семья в буквальном смысле находится на поворотном пункте. В эпизоде множество кадров небоскребов, снятые с земли, не с неба. Я почувствовал, что это сделано осознанно. Мне показалось, что это в эпизоде должно создать иллюзию запертости. Обычно кадр города делается сверху и показывает, насколько он огромен. А здесь было наоборот, возникло чувство клаустрофобии, когда смотришь вверх, и это выглядело так, как будто выхода оттуда в буквальном смысле не было, по крайней мере, так я интерпретировал его. Я думаю, что этот сериал снят очень хорошо. Такие сцены, как медленное приближение к Кайлу, когда он находится в терапии, где это дает ему возможность попытаться получить информацию от своего разума, а также движений рук, смешанных со статичными. Это реальный опыт при просмотре этого шоу, и оценка, которая придает ему этот мрачный, зловещий вид, также действительно комплементарна. Я надеюсь, что скоро мы увидим начало судебного разбирательства, потому что я думаю, что именно там шоу будет в лучшем виде. На самом деле у нас осталось всего три эпизода, и кажется, что есть еще много вопросов, на которые нужно ответить, поэтому я надеюсь, что последние три эпизода не будут казаться поспешными. Итак, вот оно, объяснение концовки четвертого эпизода.